всем привет ребята вот я своих голубей выпустил хочу погнать сперва покажу я обычно утром не кормлю ну все таки я это чтобы вам показать близко как их я буду гонять просто взял пшеницу и сыплю и показываю ребята вот здесь один бегать я ему вот он вот он вот она там хвост я ему завязал скотчу чуть-чуть забивался завязал скотч вчера попробовал выпуск уже не забывайте это знаете я вам предлагаю такие вещи делать раньше раньше я то отрывал то стриг вот таким голодом а сейчас уже убедился что этот способ помогает потому что его про брат тоже так делал забивался чуть-чуть я ему завязал скотчу ну видно там не ничего это чтобы я сейчас вам взял и показывал скотч берете хвост трубочку завязывайте он этот хвост не может раскрыть у него что-то меняется и лучше не питается и играть а потом один день вот так а потом опять начинает игру но долго ему вот так это завязанными крыльями это не надо чтобы он так находился потому что чтобы не привык хвост так такому положению когда я ему открыл да вот ему брату его брату да он все равно вот так трубочку держал хвост а потом потихоньку начал раскрывать потому я говорю что больше недели не надо и это хватает во время завязки да как и завяжите надо интенсивно гонять что голуба твик забиваться я ребята в моих голубей кто давно смотрит мои ролики они знают что мои головы не забиваются окончательно они какое-то время время так делают а потом перестают забиваться и выпрямляется но понимаете сейчас время гона они очень очень сильные линьки я штуку 8 10 я не выпустил их так даже не стоит их гонять и даже в руки брать не стоит потому что сейчас конце сентября до и еще линька не закончена как я смотрю и наблюдаю всегда даже может до конца октября длиться я потому их не вижу не выпустим не хочу гонять что даже в руки их нельзя брать потому что как они они как ежики весь в иглах и вот потому здесь все босоногие ну вчера один лохмоногий сам вскочил матчу летать ну думаю если хочешь летать давай завтра я тебе погоняю я не хотел сейчас гонять сейчас не время гона для голубей не линьки и как я и учусь сказал но снимать же надо показывать тем более что каждый раз кто-то выскочит и говорит красивые голуби но лучше их небе смотреть а вот последнее время босоногих начал гонять чернохостых я выгнал несколько штук они доканчивают свою линьку у них вот сам самый страшный момент для них так когда вот маховой перо окончательный перо вот передний который первое крыло вот этот него уже защиты нет она оголенная первое крыло который если начнешь гонять и голубь сильно бьет у будет весь крови и не стоит вот они все вот тут тоже играет ну блинки и не хочет идти не хочет не будем заставлять не надо полетел все таки вот но все у и Продолжение следует... 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 Как закончат голуби, не узнаем, совсем другими станут. И вот эти голуби, ребята, я же говорю, не имеет значения, сколько они полетали. Они очень много летают, но чтобы вранье не получилось, я не говорю, сколько они летают. Кто ко мне приедет, когда-нибудь ребята сами скажут. Вот эти все те голуби, которых я потом зимой же не буду гонять, и мы будем смотреть, что они вытворят, будут внизу. Чтобы потом не было разговора, что вот это у меня, это только внизу играет птица и не летает. Они очень много отлетали сегодня. И всегда они у меня пол-четырех часов летают. Не постоянно, но основная их средняя и лед. И до пяти они летали, и два часа тоже летали. То, что у них принцип, видите какой, никогда не приходят и сразу не садятся. Они внизу учатся. По голубям, видно же, что сильная линька. И сами отлично знаете, что в сентябре еще не законченная линька. Сколько я не мучился, что наверху на точки поймать их и снять, не заснял никак. Точки не могу снимать. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Вот они, я их посадку снизу снимаю, ребята. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...